Всем привет! Мы уже рассмотрели львиную долю тем по ЭКГ, но еще есть интересная тема о синоатриальных блокадах, которые встречаются довольно редко. Видео создано при поддержке сайта medanever.com. Когда мы говорим о синоатриальной блокаде, мы подразумеваем, что не работает нормально сам синусовый узел. Механизмы могут быть разные, но на ЭКГ мы увидим одинаковую картину. Первая – это импульс не образуется в синусовом узле в принципе. Вторая причина – это блокада в проведении импульсов от синусового узла к предсердиям. Третья – это то, что возникший в синусовом узле импульс имеет недостаточную силу для того, чтобы вызвать возбуждение предсердий. Четвертая причина – предсердие не воспринимает импульс из синусового узла. Синоатриальные блокады практически идентичны АВ-блокадам. Выделяют также три степени нарушений. При первой степени синоатриальной блокады происходит замедление образования импульса в самом синусовом узле, а это мы никак не можем увидеть на ЭКГ, поэтому мы ее никогда не заметим в обычных условиях. Вторая степень имеет два типа, точно так же, как и отровентрикулярная блокада. Первый тип – это синатриальная блокада с периодами Венгенбаха, а второй тип – АМОБИЦ. Для первого характерно укорочение интервала ПП с последующим выпадением всего комплекса ПКЮРСТ, а при отровентрикулярных блокадах только КЮРС – П всегда сохраняется. Максимальный интервал ПП во время паузы, но он меньше, чем два нормальных интервала ПП. Давайте рассмотрим на примере. Сразу у глаза бросается выпадение всего комплекса ПКЮРСТ. Перед ним – постепенное укорочение интервала ПП. Максимальный интервал ПП во время паузы. И также есть такой критерий, как первый после паузы интервал ПП больше, чем интервал ПП перед паузой. Рассмотрим теперь второй тип частичной синатриальной блокады типа МОБИЦ. Здесь же опять по аналогии с АВ блокадой. Перед выпадением комплекса ПКЮРСТ интервалы ПП равные, а при первом типе они уменьшаются. Пауза кратна или равна предыдущему интервалу РР. И часто после паузы первый комплекс не из синусового узла, а с АВ узла. Мы видим, что П после комплекса КЮРС. Рассмотрим пример. Сразу у глаза бросается выпадение всего комплекса ПКЮРСТ. Перед ним равные интервалы ПП. Также мы видим, что первый комплекс после паузы он не синусовый, а скорее всего с АВ узла с аберрантным проведением на предсердие, потому что зубец П после КЮРС. Но здесь интервал РР не кратный нормальному интервалу РР. Такое бывает при смешанном типе. Здесь и первый, и второй тип второй степени СА блокады. И третья степень синатриальной блокады или полная синатриальная блокада. Это жизнеугрожающее состояние. Характеризуется синусовыми паузами, то есть по факту это асисталия. Есть три выхода с этой асисталии. Идеальный это самостоятельное восстановление ритма при условии, конечно, кратковременной паузы. Второй вариант, что на себя всю работу возьмет атриовентрикулярный узел, и мы на ЭКГ увидим эктопический ритм из АВ соединения. И третий вариант, это то, что будет фатальной асисталии. Особенно у тех, у кого была еще и АВ блокада, шансов на самостоятельное какое-либо восстановление очень мало. Здесь прямое показание к постановке кардиостимулятора. Надеюсь, это было информативно и понятно. Видео создано при поддержке сайта medaniver.com